Уличного искусства в Муравленко станет больше. При поддержке градообразующего предприятия и программы социальных инвестиций родные города компании «Газпромнефть» в городе проходит четвертый крупнейший российский фестиваль уличного искусства «Стенография», рассказывает Татьяна Коломеец. 21-й дом на улице Муравленко буквально ожил за несколько дней. Граффити «День и ночь» создана, чтобы согревать жителей города в суровые ямальские зимы. Автор работы – новичок в команде «Стенографии». Мария приехала в Муравленко прямо из Минска и сразу решила покорить фасад пятиэтажного дома. Горожане в восторге. За несколько дней фоторисунка в соцсетях набирает массу отзывов. В городе намного веселее становится, краше и интересно людям. Во-первых, нравится. Во-вторых, очень красиво, ярко, красочно. В городе ярче оживляет фасады, которые были однотипные, они становятся более узнаваемыми в плане выразительности педалит, определенный шарм. Фестиваль «Стенография» приезжает в Муравленко в четвертый раз. Появился он благодаря поддержке программы социальных инвестиций «Газпромнефть. Родные города». За это время художники из разных уголков России успели подарить городу не один шедевр. Самый полюбившийся жителям – мамонтенок на льдине. В этом году стрит-арты появятся на фасаде двух пятиэтажных зданий и гаражного кооператива. Я вообще люблю гулять. Я люблю ходить пешком. И когда прогуливаешься, ты видишь какие-то объекты, которые очень хочется разрисовать. Либо это серая бетонная поверхность, на первый взгляд, никому не нужная, не важная. Люди туда не смотрят, не обращают на нее внимания. Но когда художник что-то там сделает, она становится какой-то важной вот в этой локации. Сейчас активная работа ведется на Пионерской, 42. Граффити появляется с молниеносной скоростью. Перерывы только на сон и еду. Художник Павел из Уфы создает теплую романтическую картину. Мифические существа плывут по небу и раскидывают созвездия. По поводу картины и работы, это такая довольно трогательная история о том, как вообще появляется созвездие. Работа называется «Собиратели, создатели созвездий». И автор эскиза Таисия Спирина, художница из команды стенографии. Художник Павел, он из Уфы. Мы с ним работаем уже достаточно давно. Он такой уже опытный. Достаточно много работ за его плечами. Работу планируют закончить в ближайшие дни. Присоединиться к команде может любой перспективный художник. Любой желающий может попасть на фестиваль. Достаточно просто перед началом, за полгода примерно, мы открываем сбор заявок. И на официальном сайте, плюс во всех социальных сетях, можно найти объявление о том, что можно присылать свое портфолио и попасть или не попасть на фестиваль. Константин, руководитель фестиваля, отмечает, что стенография – это прежде всего коммуникации между людьми. Основа фестиваля – это люди, без которых ничего бы не вышло. Стенография, красивые картинки – это хорошо, это прикольно, это красиво, это селфи в соцсети. Но люди – это намного интереснее. Когда встречаются хорошие люди, и мы меняемся настроением друг с другом, мне кажется, в этом должна быть стенография. Татьяна Коломеец, Антон Иванов, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.